Я вас приветствую на семинаре, который посвящен теме «Основам теории выборочных обследований в СПСС». Итак, у нас с вами сегодня запланирован семинар, который называется «Основы теории выборочных обследований в СПСС». В рамках данного семинара я расскажу вам основные понятия, связанные с теорией выборочных обследований. В основном это будут вопросы, касающиеся общей терминологии, общих понятий, которые используются в статистике при работе с выборками. На что нужно обращать внимание, о чем следует помнить. И несколько слов, безусловно, о том, как все это можно использовать, применять и работать с точки зрения применения в программном продукте СПСС. Поскольку у нас в специалисте есть отдельный курс, который посвящен именно работе в СПСС с точки зрения выборочных обследований, то это достаточно большой по объему материал, поэтому в рамках семинара я лишь расскажу, покажу вкратце, где это находится в программе и какие возможности предусматриваются. В начале представлюсь, меня зовут Макличенко Алина Викторовна, я кандидат технических наук, я занимаюсь статистикой в разных направлениях. Это и техническая статистика, связанная с различными производственными моментами, это и медицинская статистика по анализу систем здравоохранения регионов, и занимаюсь, в том числе, преподаванием курсов по статистике в специальности. Есть несколько курсов специалисты по статистике, которые, думаю, могут быть вам полезны. Это, начиная от вводных курсов, связанных с Excel, это просто введение статистику, небольшой вводный курс, и это целая серия курсов, которая посвящена рассмотрению статистики в СПСС. При этом вас не должно пугать слово СПСС. СПСС рассматривается именно как некий продукт, в котором просто реализуются различные именно методы статистики. Потому что курсы по СПСС, они в первую очередь ориентированы именно на то, чтобы разбираться и смотреть на различные статистические методы обработки данных. А в качестве инструмента, где это вычислять, безусловно, можно использовать разные пакеты. Но для примера мы используем СПСС, поскольку это достаточно универсальный инструмент, которым могут пользоваться все, не обладая какими-то супертехническими знаниями, знаниями программирования или еще какими-то. То есть это подходит, в принципе, для всех уровней подготовки и прямо с самых АЗО, с самых началов на курсах по СПСС проходим статистику. Будет интересно, можно на сайте посмотреть, возможно, что-то вам приглянется, да, и с удовольствием буду вам рассказывать про это. Ну, мы с вами непосредственно переходим к теме сегодняшнего семинара. И в рамках сегодняшнего семинара, да, у нас он будет посвящен именно основам выборочного обследования или выборкам, выборочному методу. Я думаю, что существуют разные, ну, как бы с точки зрения терминологии, да, почему, да, несколько слов вводных про статистику, потому что статистика – это такое междисциплинарное направление, которое, по сути, применяется в разных областях знаний, в разных сейчас профессиях. Это сейчас буквально на каждом шагу, да, мы слышим статистика, статистика, и это и у технорей, и у гуманитариев, и у экономистов, и у маркетологов, у кого, то есть практически во всех сферах можно встретить различные методы применения именно статистических методов. И поэтому, собственно, как любое научное направление, да, есть в каждом научном направлении, в каждой, я имею в виду, области знания, есть какие-то свои устоявшиеся и термины, и определения, и понятия, да, поэтому, безусловно, для одного и того же понятия, да, одного и того же термина можно встретить разные определения, да, которые встречаются в разных учебниках, да, понятно, что и литературы много разной в зависимости от направления, да, но, не знаю, в своих вот материалах стараюсь, постаралась подобрать такие определения, которые были бы понятны всем. Поэтому, еще раз, это не какие-то вот прям аксиматичные определения, да, то есть главное, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А речь идет о том, что когда мы работаем с какими-то массивами данных, да, а именно для этого используются различные статистические методы, то, безусловно, мы имеем дело в первую очередь с каким-то набором данных, да, с каким-то массивом данных. И важно понимать, да, вот на первом самом этапе, что это за данные, да, какие это данные, откуда они получены, что они отражают. И здесь, в первую очередь, речь идет о том, что мы с вами можем иметь данные, по сути, если вот условно, да, как бы разделить все возможные данные на две части, то в статистике оперируют двумя большими группами понятий. Это либо генеральная совокупность или сплошное наблюдение, еще это называется, или же это выборочная совокупность. В чем разница, да, какие здесь особенности? Когда, вот, да, схематично на картинке можно увидеть, то есть когда речь идет о полном наборе данных, то есть когда у нас это как бы совокупность всех возможных объектов данного вида, да, над которыми мы проводим какие-то измерения, да, это называется генеральная совокупность, то есть это как бы вот основное такое понятие математической статистики. Это является разделение на генеральную совокупность и на выборку. Значит, еще раз, генеральная совокупность – это такая совокупность всех возможных объектов для исследования, над которыми проводится наблюдение с целью получить какие-то, ну, конкретные выводы, заключения. И как альтернатива понятию генеральной совокупности еще говорят про сплошное наблюдение или сплошное изучение, то есть когда, да, исходя уже из названия сплошное, то есть мы изучаем все, да, то есть как бы мы изучаем все возможные случаи, то есть когда прям вот полностью весь массив данных мы можем охватить. Такие случаи, они встречаются не так часто, когда работают с генеральной совокупностью. На практике большее применение получил метод, который называется выборочный метод, да, или это называется выборочное наблюдение или выборка, или выборочная совокупность, да, то есть все это симонимы, которые можно использовать. Как правило, выборка, она является какой-то частью, небольшой частью генеральной совокупности, но она используется для чего? Для того, чтобы охарактеризовать всю совокупность. При этом для того, чтобы вот эта небольшая часть, вот эта выборка могла характеризовать генеральную совокупность, следует правильно организовать отбор наблюдений, да, или объектов, которые будут входить в эту выборку. То есть идея какая? То есть есть какая-то вот большая популяция, генеральная совокупность. Ну, скажем, один из классических таких вот примеров, да, на котором более-менее, да, будет понятно, это когда проходят выборы, да, смотрите, проходят выборы, да, все население страны представляют генеральную совокупность. Каждый человек, да, который пришел, проголосовал во всех субъектах РФ, вся вот эта общая совокупность, это составляет, вот будет нашей генеральной совокупностью. Выборкой в данном случае может что служить? Когда проходят выборы, на выходе, да, проводят какие-то предварительные опросы, вот эти экзит-полы, да, они как проводят? Берутся какие-то люди выборочно, да, то есть это же не все население, а берется какая-то часть, и по этой части проводится анализ, и говорят, что вот по предварительным данным предпочтение населения, да, отдается вот столько-то процентов такой-то партии, столько-то процентов другой партии. И вот эти выводы, они же получены не по всей совокупности, да, а по какой-то части. И вот эта часть, это как раз и выборка. Но при этом, да, очень важно понимать, что у вас будет генеральной совокупностью, а что выборкой. Потому что, например, да, есть какой-то склад с продукцией, то есть на склад поступила продукция, ну, там, скажем, какого-то цеха за месяц, ну, какое-то производство, да, вот. И это составляет достаточно, ну, большую совокупность данных, да, то есть достаточно большой массив, если мы хотим что-то проанализировать по этим данным. Но при этом, да, мы не можем сказать, что вот эта совокупность, которую за месяц там какой-то цех произвел, что она будет являться генеральной, поскольку выпуск продукции, да, он может продолжаться, по сути, да, сколь угодно долго. И, по сути, вот эта часть, которая за месяц, это лишь какая-то выборка. Если же вы можете собрать полностью массив, да, скажем, за несколько лет, да, или, там, скажем, за какой-то период обо всех возможных объектах, то это тогда будет генеральной совокупностью. Значит, выборка, да, значит, выборочная совокупность – это случайно отобранные объекты из генеральной совокупности. То есть это какая-то часть из общей генеральной совокупности, по которой мы можем проводить какие-то вычисления и делать выводы. Почему, вообще зачем это нужно и почему это так важно? Потому что, вот, исторически, что называется, да, так сложилось, что на первоначальных этапах были сложности, связанные с обработкой больших массивов данных. Сейчас, да, безусловно, когда у нас популярно такое направление, как Big Data, да, для нас не проблема, там, обработать миллион наблюдений, там, 10 миллионов наблюдений, да, там, это не проблема. Раньше, когда вот статистика именно начинала развиваться, да, безусловно, о таких объемах данных, про обработку таких данных, когда считалось все вручную, говорить было сложно. Поэтому выделили, по сути, выделяется такое направление, как выборочный метод, выборочное наблюдение, которое облегчает, в принципе, какую-то часть работы по обработке данных. Значит, бывают также ситуации, когда просто невозможно получить данные про генеральную совокупность, как бы это ни хотелось. Такая ситуация тоже может быть. Все будет зависеть от, опять-таки, от цели исследования, от области исследования, да, можем ли мы собрать эти данные или мы не можем собрать эти данные. Потому что, с одной стороны, безусловно, если мы работаем с генеральной совокупностью, да, то мы имеем информацию, да, о всех возможных наблюдениях, да, то есть это полный разброс наших данных, обо всех единицах наблюдения мы можем получить информацию, то есть, соответственно, мы обладаем достаточно полной информацией, то есть большой информацией. Если же мы работаем с выборкой, то, безусловно, всегда есть какая-то вероятность, что в эту выборку не попали какие-то, да, там, исключительные ситуации, которые тоже оказывают влияние в целом на выводы. Но так сложилось, что в статистике большинство методов, в принципе, да, они ориентированы на работу именно с выборочным методом, с выборочным обследованием, с выборочными данными. И здесь основная идея такая, что, имея именно вот эту часть, именно эту выборку, да, мы по ней делаем выводы относительно всей генеральной совокупности. Состав, еще раз скажу, генеральной совокупности зависит от цели исследования. Иногда мы можем, там, скажем, генеральную совокупность рассматривать, например, как, допустим, все население какого-то региона, да, там, допустим, когда мы изучаем отношение потребителей к, там, какой-нибудь продукции, например, да, у маркетолога. Вот, мы можем рассматривать, что, вот, допустим, в Москве проводится какое-то исследование, и вот если мы опросим все население Москвы, как оно относится, там, к какому-то определенному виду продукта, это вот будет тогда генеральная совокупность, например. Также генеральную совокупность мы можем ограничивать, например, мы можем опрашивать, допустим, не все население, да, а, например, скажем, если мы анализируем, скажем, ну, скажем, какую-нибудь продукцию, связанную с косметологией, да, то мы можем сказать, что нам для исследования нужно не все население, А нужны, скажем, только женщины в возрасте, скажем, от 20 до 40 лет. И тогда, опять-таки, но здесь тоже нужно понимать, что если мы говорим про генеральную совокупность, то это должны быть опрошены все женщины в этом возрасте, в этом регионе. Но поскольку, опять-таки, часто этого осуществить достаточно проблематично, поэтому работают с выборками. То есть выборка – это часть объектов, которые используются для того, чтобы в дальнейшем по результатам вычислений по этой выборке сделать выводы в целом о всей характеристике, о всей генеральной совокупности. Соответственно, когда мы говорим о том... Соответственно, здесь возникает ряд вопросов. Какая должна быть выборка? Сколько должно быть наблюдений? Как мы должны выбрать эти наблюдения? И для этого, соответственно, используют разные способы получения выборки. Соответственно, выборки, они могут быть... Точнее, для того, чтобы выборка могла характеризовать генеральную совокупность, именно для этого мы, собственно, создаем эти выборки, следует правильно организовать отбор объектов в эту выборку. То есть не просто, ну, там, скажем, возьму я вот первое, второе, там, пятое, десятое наблюдения. Нет. Существуют определенные подходы, по которым организуется отбор наблюдений в выборку. При этом, когда мы говорим, что нам нужно отобрать объекты в какую-то выборку, да, здесь важно понимать, что здесь не должна быть... Точнее, как, здесь недопустимо никакая предвзятость при выборе объектов. Нельзя выбирать только лучших или только худших, или только среднее значение. В процессе опыта недопустимо исключать каких-то отдельных, какие-то отдельные объекты, да, по каким-то причинам не устраивающих, там, скажем, нашего исследователя, да. То есть никакой предвзятости здесь не должно быть. Для получения вот именно неискаженной характеристики всей вот генеральной совокупности необходимо стремиться к тому, чтобы в выборку мог попасть любой объект из любой части генеральной совокупности. И здесь, то есть должен поддерживаться принцип случайности, да. Вот этот рандомный принцип, принцип случайности здесь должен соблюдаться. В статистике популярны, ну, такие, скажем, в основном используются вот следующие четыре способа получения выборки, которые представлены на слайде. Соответственно, это какие способы? Значит, это может быть, собственно, случайная выборка. То есть когда мы просто берем и методом случайных чисел, либо с помощью генератора случайных чисел, да, или вот, извлекаются объекты из генеральной совокупности. Ну, скажем так, в классических учебниках по математике, по статистике еще этот метод связывают с методом жеребьевки. То есть когда считается, что все единицы генеральной совокупности мы должны пронумеровать, дальше провести какую-то вот жеребьевку, ну, как в лотерею, да, сделать. И, соответственно, те номера, которые выпадут в результате жеребьевки, да, они, соответственно, попадают в нашу выборку. Ну, безусловно, сейчас уже используются более совершенные способы, а именно генераторы случайных чисел, конечно же. Второй способ – это так называемая типическая выборка или еще синонимом можно встретить – это стратифицированный отбор еще. Ну, вот, типическая, районированная или стратифицированная. Как проводится отбор здесь? То есть здесь отбор осуществляется из-за неоднородной генеральной совокупности, когда мы сначала генеральную совокупность разбиваем на какие-то группы, и после чего проводим отбор какого-то количества единиц из каждой группы. Либо случайным образом, либо мы можем каким-то механическим способом, то есть как-то пропорционально, да, скажем, численности, например. То есть есть генеральная совокупность, разделили ее на какие-то группы, и из каждой группы отобрали наблюдение. Да, но группы, они каким-то образом, да, как бы расслоены, да, тематически тоже. Далее есть такой способ, который называется механическая выборка, да, или механический отбор. Это такой самый, ну, один из тоже очень простых способов – это когда просто механически делим генеральную совокупность на какие-то части отдельные, и отбираем столько объектов, да, то есть пропорционально, да, какой-то части. Ну, это, как правило, да, там, скажем, либо каждая десятая единица, там, или каждая сотая единица, да, то есть какая-то часть. То есть здесь уже, ну, несколько сложнее, да, уже не такой случайности она может быть не совсем в полной мере обеспечена, потому что здесь, по сути, это какая-то уже закономерность, да, то есть какая-то, ну, периодичность. И последний, четвертый способ получения выборки – это так называемый серийный гнездовой отбор. Значит, здесь каким образом? Значит, здесь генеральная совокупность также разбирается на части, которые называются серии или гнезда. Некоторые серии исследуются целиком, и по результатам исследования делается характеристика всей генеральной совокупности. И уже в каждой серии мы здесь также, уже потом, да, отбор проводится дополнительным методом жеребьевки или с помощью методов случайных чисел. Все эти способы дополнить, то есть не только четыре вот этих способа, кроме всего прочего, эти способы также могут быть разделены на, с точки зрения метода отбора, на повторную и бесповторную выборку. То есть есть способы отбора и есть метод отбора. Методов два – повторный и бесповторный. Соответственно, в чем разница? Бесповторный отбор называется отбор, при котором попавшая в выборку единица, она не возвращается в исходную совокупность и уже в дальнейшем она не участвует в отборе. И, соответственно, численность единиц в генеральной совокупности будет сокращаться в процессе отбора, то есть в ходу, если бесповторным способом. Соответственно, при повторном отборе попавшая в выборку единица после регистрации, она возвращается в генеральную совокупность и, соответственно, она также сохраняет возможность быть еще раз отобранной. И при этом численность совокупности будет оставаться неизменной. Когда исследуется, скажем, по людям каким-то, социально-экономические какие-то исследования, такой способ, он, конечно, повторный будет, ну, не совсем корректен, чтобы в выборку попадали, скажем, была вероятность попасть одного и того же человека. Это, наверное, для исследований не совсем будет характерно. Значит, это два таких метода. Безусловно, сейчас все такие методы, все способы отбора реализованы в статпакетах, и в том числе, безусловно, в нашем рассматриваемом пакете из ПОСС это тоже предусмотрено. Все варианты получения выборок. Кроме способов, да, то есть кроме вопросов, связанных с получением выборки, возникает также вопрос, действительно ли это хорошая выборка? А не ошиблись ли мы, да, а действительно ли эта выборка в объективном виде показывает характеристику нашей генеральной совокупности? То есть действительно ли по вот этим отобранным наблюдениям, да, мы можем говорить, переносить результаты на генеральную совокупность? И, соответственно, здесь возникает вероятность допустить некие ошибки, которые будут искажать, да, нашу истинную картину. То есть при любом исследовании есть некая вероятность. И эти ошибки, они могут быть совершенно разного характера. И в статистике условно их можно разделить на две категории. Первая категория – это категория ошибок, которые можно избежать или свести их к минимуму. И это связано в первую очередь, насколько хорошо организовано исследование, то есть насколько правильно. И это ошибки, которые связаны, как правило, с каким-то методическим характером, то есть когда неправильная методика, неправильный способ подобран отбора данных, допустим, или неправильные измерительные приборы, да, неправильно зарегистрировали, там, скажем, неправильно записали, неправильно внесли, там, какие-то опечатки, да, вот что-то такое. Это вот такая категория ошибок. Да, с ними, в принципе, ну, достаточно, они, их можно отловить на каких-то этапах, да, их проверить можно. Вторая же группа ошибок – это так называемая ошибка, ошибки репрезентативности. Поскольку, почему, откуда это возникает? Поскольку часть наблюдений, да, все-таки она не может в полной мере характеризовать целое, да, а именно в этом заключается цель выборочного обследования, то при вот таком выборочном исследовании существует такой особый тип ошибок, вытекающий из, собственно, самой сущности исследования, да, и таких ошибок их избежать невозможно. Называются они ошибками репрезентативности, так как показывает, насколько наши выборочные параметры отличаются от параметров генеральной совокупности. То есть насколько точно они ее представляют, то есть насколько они репрезентативны, то есть насколько мы действительно вот эта часть, да, вот эта именно выборка, насколько эта выборка, насколько она точна относительно генеральной совокупности. Таких ошибок нельзя избежать, да, но их можно учитывать. И, безусловно, следует стремиться к тому, чтобы они были минимальны, то есть к уменьшению их величины. Соответственно, существуют различные способы расчета. Сейчас мы до этого дойдем, да. И еще небольшой пример, да, чтобы было понятно, что такое ошибка репрезентативности. В статистике в качестве примера любят приводить такой интересный случай, который был в США в начале 20 века во время президентских выборов. Один из журналов, который занимался прогнозированием событий предстоящих выборов, совершил очень грубую ошибку в своих предсказаниях. Что они сделали? Они разослали 10 миллионов пробных бюллетеней своим подписчикам. То есть это, смотрите, начало 20 века, там, 30-е годы. Значит, газета разослала 10 опросников, по сути, да, таких 10 анкет про выборы, да. Они кому разослали? Они разослали своим подписчикам и дополнительно отправили такие бюллетени людям, которых они отобрали по телефонным справочникам и людям, у кого были автомобили, то есть из списка автомобилистов. В результате они получили обратную связь, то есть получили отклик, и в 25% вернувшихся бюллетеней, а это практически порядка 2,5 миллионов было, голоса, которые респонденты, да, ответили, как они распределились таким образом, что 57% отдали свое предпочтение кандидату-республиканцу, а 40%, да, то есть меньшее количество, выбрали действующие в то время президента-демократа. Это тогда был Франклин Рузвельт. То есть, да, по такому опросу, который газета разослала, получается, что люди, да, отдают предпочтение кандидату-республиканцу. Но в действительности на выборах, да, победил все-таки Рузвельт, который набрал больше 60% голосов. В чем же ошибка была, в чем проблема, да, возникает? Достаточно большое количество наблюдений было, да, то есть 10 миллионов бюллетеней разослали, да. А, собственно, ошибка газеты заключалась в следующем. Для того, чтобы они, желая увеличить вот эту репрезентативность выборки, то есть желая включить в нее как можно больше количества, большинство, да, наблюдений своих подписчиков, да, расширить аудиторию, скажем так, да, поскольку они знали, что их газету в первую очередь читают республиканцы, да, то есть это было ожидаемо, что подписчики проголосуют за кандидата-республиканца. И, соответственно, газета подумала как, что нужно кроме своих подписчиков, да, включить еще кого-то. Вот. И они вот включили кого? Тех, кого они смогли найти по справочным книгам телефонным, да, и те, кто пользовались автомобилями. То есть они расширили выбор за счет этих людей. Но они не учли тот факт, да, того времени, да, тех реалий, что, по сути, они добавили, наоборот, еще больше республиканцев в свою вот эту выборку. Потому что во время, да, тех 30-х годов, а это именно время Великой Депрессии, возможность обладать, собственно, телефонами и автомобилями могли себе позволить, да, только представители, ну, скажем, там, среднего и высшего класса. А это в Америке были именно, большинство из них, это были республиканцы, а не демократы. И поэтому вот здесь и возникла вот эта ошибка репрезентативности. Точнее, да, получилась выборка, наоборот, нерепрезентативной. То есть, несмотря на то, что они как бы понимали, что, да, действительно нужно, кроме своих подписчиков, они знали, что свои подписчики, они являются в основном республиканцами, да, они хотели расширить эту выборку, добавить в нее людей, ну, которые, да, дали бы более репрезентативные варианты обратной связи, а получилось наоборот, да. То есть, вот такие случаи вот в истории, то есть, это один из таких, считается, классических примеров для того, чтобы показать, да, разницу между вот этими выборками. Ну, и давайте посмотрим, собственно, как могут, поскольку, да, я сказала, что ошибку репрезентативности, ее можно учесть, соответственно, мы ее можем вычислить. Значит, ошибка репрезентативности, она зависит от двух величин. Она зависит от степени разброса, по сути, да, от степени разнообразия признака и численности. Значит, посмотрите, на слайде приведены две формулы для вычисления расчета ошибки репрезентативности или еще ее называют ошибка среднеарифметической здесь в данном случае. Два способа, смотрите, да, две формулы. Почему две формулы? Две формулы, потому что выборки могут получаться двумя методами, да, у нас, мы говорили, есть повторный и бесповторный способ. И в зависимости от того, какой способ для получения выборки используется, мы применяем ту или иную формулу. Соответственно, первая формула, она применяется при повторном способе, вот это вот, а вторая формула при бесповторном способе получения выборки. Значит, по каким данным проводится вычисление этих ошибок, да, здесь, посмотрите, буквально два параметра. Здесь это параметры, связанные с разбросом, со среднеквадратичным отклонением, да, значок сигма, здесь дисперсия наша, разброс, да, отклонение. То есть это что такое? Это среднеквадратичное отклонение среднего, да, от нашего матожидания. И при соблюдении принципа случайного отбора, здесь эта величина, она зависит прежде всего от объема выборки и от степени варьирования признака, то есть вот эта ошибка репрезентативности, да. Соответственно, чем больше, смотрите, здесь, чем больше будет n, n маленькая в данном случае, это объем выборки, да, и чем меньше будет вариация, это вот то, что в корне, в числителе под корнем, тем, соответственно, меньше будет величина вот этой средней ошибки выборки. То есть вот это еще называют средней ошибкой выборки. Соответственно, тот же самый подход, да, похожий подход здесь использован для ситуации, когда у нас бесповторный отбор, да. Маленькая буковка n обозначается объем выборки, большой буквой n обозначается у нас с вами количество, объем нашей генеральной совокупности. Может быть использован. Значит, соответствующим образом, да, мы должны оценить, и нужно стремиться к тому, чтобы вот эта ошибка репрезентативности, она была, ну, как бы минимальная. По сути, да, это вот, наверное, основные моменты, которые связаны с обычными обследованиями, основные понятия определения. И теперь несколько слов про то, как организовано выборочное обследование в программе IBM SPSS Statistics. Значит, в программе IBM SPSS Statistics для работы с выборочным обследованием используется отдельный модуль. Этот модуль называется Complex Samples, или еще по-русски называется Сложные выборки. В этом модуле собраны определенные команды, определенные конструкторы, которые помогают организовать выбор, да, организовать отбор наблюдений, помогают работать с выборками, получать эти выборки, и также мы можем анализировать эти выборки. Значит, что здесь позволяет делать нам модуль Сложные выборки? Да, он помогает планировать и отбирать случайные выборки, помогает проводить корректный статистический анализ с учетом плана отбора наших выборок и делать расчет характеристик точности оценок, рассчитанных по выборке. То есть мы с помощью данного модуля можем организовать, да, подобрать выборку, соответствующую Сложному плану. То есть сначала должен быть организован некий план по отбору этой выборки, да, которую здесь мы в СПСС по шагам задаем. И это позволяет таким образом проводить, да, делать некую обоснованность результатов. Есть небольшой, как бы, такой нюанс, связанный с планом, точнее, с использованием пакета, да, с использованием модуля Сложных выборов. В нем используются два основных мастера по работе с выборками. И здесь в зависимости, опять-таки, от целей, смотря для чего это необходимо, то есть использование процедур Сложные выборки зависит конкретно от того, кто будет этим заниматься. Итак, кто же это может быть? Значит, как правило, значит, это вопросы, связанные с каким-то планированием и проведением опросов в соответствии со сложной структурой, для анализа дальнейших результатов и для таких людей, ну, собственно, для таких целей основным здесь первичным инструментом для проведения опросов будет являться мастер по выборкам. Здесь, смотрите, какой нюанс. Здесь нюанс заключается в том, что на первом шаге мы должны иметь определенный набор данных, прежде чем проводить какой-то отбор, мастер по выборкам, использовать этот мастер по выборкам. То есть концепция СПСС здесь основана на чем? Что у вас есть какой-то массив данных, который представляет вашу, там, скажем, генеральную совокупность, и этот массив, он содержит определенный набор каких-то переменных, да, каких-то характеристик. И с помощью мастера по выборкам, который здесь используется, который в СПСС используется, вы можете организовать отбор, скажем, из этого массива данных, да, только какой-то части, ну, по определенным, понятно, критериям, параметрам, там, способам, там, и так далее. И после того, как будет произведен такой отбор, да, скажем, там, отобрали, там, скажем, там, 20% каких-то наблюдений. И уже, вот, имея эти 20% наблюдений, вы в дальнейшем можете использовать для, там, скажем, дополнения, то есть для того, чтобы дополнить ваш анализ какими-то данными, да, дополнить какими-то там командами, то есть сосредоточить свое внимание именно вот на этой части, да, именно на этих, там, скажем, людям, если это мы анализируем людей, скажем, да, рассматривая это как вот именно вот эту часть генеральной совокупности. И второй мастер, который здесь задействован и используется, это так называемый мастер по подготовке анализа. Этот мастер, он анализирует уже файлы данных выборки, которые были получены в соответствии с какими-то предыдущими отборами. И здесь уже будет использоваться, то есть вы можете загрузить те результаты, которые были ранее где-то у вами получены, да, уже в этот мастер по подготовке анализа. Значит, давайте покажу буквально немножко о том, как это все в СПСС выглядит, как это представлено в самой программе, где это находится. Значит, в рамках курса по анализу выборочных обследований в СПСС мы работаем с вкладкой «Анализ». И здесь отдельно есть, собственно, модуль, который поддерживает работу с выборочным обследованием, который называется «Сложные выборки». И вот отдельно здесь представлены соответствующие команды и процедуры в СПСС. Да, вот они. Вот они. Да что так? То есть здесь прямо организован целый набор команд в СПСС, которые ориентированы именно на работу с выборками. Здесь, начиная с самого простого, да, там, скажем, анализа по частотным и писательным статистикам, так и включая достаточно сложные способы анализа, там, связанные с построением, там, различных линейных моделей, регрессий. То есть это вот тот ограниченный, по сути, набор команд, который здесь предусмотрен, но он достаточно информативен и, ну, всеобъемлем, что ли, для работы с выборками. Значит, в СПСС, с точки зрения СПСС, вот при работе со сложными выборками, да, прежде чем использовать методы анализа, у нас с вами есть две, как бы, первоначальных, да, процедуры здесь. Это задать параметры выборки и так называемая подготовка к анализу. Соответственно... Сейчас какой-нибудь файлик я загружу. Для примера. Значит, возвращаясь, да, к СПССу. Значит, в СПСС у нас есть два варианта. У нас есть вариант, который называется план выборки и план анализа. То есть план выборки, он представлен мастером по выборкам, спецификации какого-то определенного плана, да, который используется для получения непосредственно вот этой сложной выборки. И, собственно, эта спецификация содержится в файле этого плана выборки. А план анализа – это файл тоже отдельный плана, который необходим для поддержания, ну, специальных процедур анализа. То есть, по сути, два разных формата, два разных плана здесь используются при работе со сложными выборками. Значит, допустим, да, буквально обзорно покажу, как работает конструктор или мастер подготовки выборки. То есть идея какая, еще раз, да, здесь, значит, допустим, ну, для данного примера это какое-то, там, скажем, агентство, да, которое анализирует, исследует отношение людей, да, к установлению налога на имущество в зависимости от места жительства. И эти налоги, они основаны на какой-то оценочной стоимости имущества, и, собственно, это агентство, оно хочет исследовать в каждом конкретном округе определенный набор людей, да, чтобы сделать более, ну, скажем так, объективную оценку. Поскольку всех охватить людей невозможно, да, поэтому используется какая-то часть. Мы можем только выбрать какую-то часть, допустим, людей для работы. Соответственно, смотрите, у нас с вами есть какой-то некий мастер подготовки выборки, да, который по шагам прослеживает все этапы создания вот этой именно выборки. То есть, смотрите, здесь три, на первоначальном варианте мы можем выбрать три варианта, то есть предлагается выбор из трех вариантов, да, при этом, посмотрите, слева в виде картиночки показано, что вот из большой части совокупности, да, мы постепенно переходим, ну, как бы, вот в меньшую. Вот, соответственно, смотрите, мы можем либо создать новый план выборки, либо мы можем редактировать план, если он у нас ранее как каким-то образом где-то кем-то был создан, да, и можем еще отдельно отобрать выборку, если у нас уже имеется какой-то файл с планом, да, и мы хотим просто отобрать выборку, да. Ну, соответственно, предположим, что у нас никакого пока плана нет, да, мы можем его создать здесь. И нажимаем... А, нам нужно ввести обязательно здесь имя, прежде чем... Сейчас я покажу. То есть вот, да, на этом здесь мы вводим. И на следующем этапе необходимо определить, собственно, какие перемены будут у нас участвовать в плане отбора, то есть по каким переменам, да, будет производиться отбор. Почему? Потому что, еще раз, да, переменных в наборе данных может быть масса, да, то есть их может быть много, да, и в зависимости, опять-таки, от целей, какие-то переменные могут быть более важными для проведения анализа, для отбора, да, какие-то менее важные. Поскольку мы хотим в данном примере ориентироваться на людей, проживающих в разных округах и в разных населенных пунктах, то мы эти переменные, да, можем использовать для разных способов отбора. То есть, допустим, мы можем с вами использовать переменную округ, да, и можем использовать поселки, да, населенные пункты тоже для того, чтобы получать относительно них разные оценки для выборок. На следующем шаге мы можем выбирать, выбираются варианты методов, то есть, посмотрите, доступны разные методы для проведения отбора. Самым простым по умолчанию классическим вариантом является простой случайный отбор. Далее, видите, тоже два метода повторный и без повторной, по сути, с возвращением или без, да, мы возьмем вариант без возвращения. Далее мы должны определиться с тем, сколько, да, то есть, смотрите, этап, тут все как бы в СПСС достаточно прозаично и понятно. То есть, дальше подписывается, какой объем выборки, да, то есть, сколько мы хотим. Здесь можно посмотреть, ориентироваться либо на количество, либо можем указывать конкретное количество, либо доли, да, в процентах, по сути, относительно наших переменок получать. То есть, соответственно, укажем, что мы хотим получать по четыре значения, да, каждому слою, то есть, каждому округу. То есть, каждому слою. Если мы какие-то по отдельности, то есть, здесь также можно не обязательно одинаковая наборка значений. Можем, видите, вот для каждого округа, который у нас здесь есть, можем указать свое конкретное число наблюдений, которое мы хотим получить, да. То есть, здесь масса разных способов, да, получения данных, оно поддерживается. Вот, нажимаем «Далее». Мы можем, посмотрите, сохранять в виде переменных разные варианты результатов, добавлять второй этап отбора, то есть, многоступенчатый отбор делать, да. Ну, на первый шаг нам этого достаточно. Мы поэтому можем просто нажать «Завершить работу» и посмотреть в окно вывода. В окне вывода у нас представляются все результаты, которые мы получаем, да, однако мы их не видим, ну, скажем, в таком явном виде, да, в окне вывода приводится информация, да, относительно того, что же мы получили, да. То есть, посмотрите, у нас 5 округов, в каждом мы попросили по 4 единицы, вот, видите, затребовано. И фактически, соответственно, было отобрано. Также в процентах это выводится. И вот здесь, соответственно, вот, если мы отсортируем, то мы можем увидеть, да, то есть, вот эти, те значения, которые здесь нам посчитали относительно вероятности попадания наблюдений наших, да, они, да, они, вот, они показаны, то есть, вот, я их отсортировала, да, здесь, соответственно, мы можем посмотреть, кого из нашей выборки, да, здесь, какой отбор он был произведен в той или иной степени. Соответственно, в дальнейшем такой план отбора мы можем использовать уже для того, чтобы анализировать эти данные, да, то есть, он сохранен в виде отдельного, да, то есть, вот эта выборка, которую мы по этому, по этим характеристикам получили, она сохранена в виде отдельного файла, который на следующем шаге, да, можно загружать уже непосредственно в методы анализа данных, да, и проводить уже какие-то там более глубокие исследования. Соответственно, в рамках курса по подготовке анализа данных выборочных обследований в СПСС как раз и разбираются вопросы, связанные с созданием вот этих планов отбора с помощью разных критериев, с помощью разных методов, с использованием разных подходов, переменных, этапов, там, и так далее. Вот, и, соответственно, какие способы анализа данных используются, тоже разбираются в рамках этого курса. В целом, с точки зрения такого вводного обзора по работе с вырученным обследованием, наверное, это все, что я вам хотела на сегодня рассказать. И хотел еще раз пригласить вас на курсы по СПСС. Напомнить о том, что вас не должно пугать, да, если вы не знакомы с пакетом IBM SPSS Statistics, это не нужно. У нас курсы по IBM SPSS Statistics предполагают с первоначального уровня, что знание вообще по программой, оно не требуется. То есть мы разбираем и как программа работает, и разбираются, безусловно, все основные статистические подходы, статистические методы по обработке данных, да, что, конечно же, безусловно важно. И вы можете, да, эти подходы использовать не обязательно только в SPSS, да, а и в любом стат-пакете, который вам более привычен. Поэтому, если вы заинтересованы в том, чтобы подтянуть, да, или расширить свои знания с точки зрения статистики, обратите внимание на курсы по IBM SPSS Statistics. Разные уровни есть, от самых простых до более сложных. И я вас приглашаю на эти курсы по SPSS. На этом у меня на сегодня все, да, если есть какие-то вопросы, на них отвечу. В целом жду, приглашаю вас на курсы еще раз по SPSS. Всем спасибо за внимание.